Трещины в печах, неисправная электропроводка и курение в нетрезвом виде. О причинах гибели на пожарах. Ангелина Дипон. Кого сегодня поздравляют с праздником? Какое из бобруйских предприятий признано на республиканском уровне? И когда в Бобруйске появится своя хоккейная команда? О самом интересном и актуальном несколько строк Ирина Богомолова. Цветные пояса, силы духа и мастерства в Бобруйске прошли соревнования по шатакан-каратэ-до. О том, как становятся чемпионами Елены Кутузовой. Работа и здоровье. В Бобруйске обсудили состояние охраны труда и подвели итоги производственного травматизма за прошлый год. 28 несчастных случаев. Такой показатель 2016-го. По сравнению с предыдущим годом ситуация значительно улучшилась. Отделы охраны труда, правкомы и общественные инспекторы в семинаре без исключения приняли участие все предприятия города. За прошлый год у нас по производственному травматизму не было ни одного несчастного случая со смертельным исходом. В том числе не было несчастных случаев на производстве в состоянии алкогольного опьянения, что отрадно. Допущено 12 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Как показывает практика, травму можно получить даже на ровном месте из-за банальной неосторожности. Снижение числа несчастных случаев на предприятиях – результат профилактической работы. Лидер в этом направлении – Белшина. Четыре случая в прошлом году против одиннадцати в 2015-м. Всего допущено в течение года четыре несчастных случаях. Из них только один по вине нанимателя. Это достигнуто в результате того, что ведется очень большая работа профилактическая по недопущению травматизма, снижению рисков. Создание безопасных условий на рабочих местах, обучающие семинары и дни охраны труда – самым образцовым и исполнительным в этом плане шинникам премии. Попустительство и халатность наказываются дисциплинарно. Самое главное – вовремя выявить возможные риски. А вот чего не стоит делать, так это пытаться скрыть несчастные случаи. Ведь они, как известно, не имеют срока давности. Предупредить и обезопасить. Бобруйские спасатели идут в каждый дом. В течение месяца специалисты проверят исправность печного газового оборудования и электропроводки. О первом рейде. Ангелина Тикун. Спад ложитесь. Как отключаете котел? Котел у меня не отключается. Теплоговременно. Все время горит. Когда спад ложитесь, то горит у вас котел? Конечно. Холодно же. У меня же, когда котел горит, в доме тепло. Когда котел не горит, в доме холодно. Людмила Гамзина в своей безопасности уверена на все сто. Газовые баллоны в доме и круглосуточная топка котла. Здесь же позволяет курить сыну. Женщина уверена, под ее присмотром ничего страшного не произойдет. Наверное, пожар – это самое страшное, что может случиться. Это самое-самое. Почему я так и берегу, и ночью поднимаюсь. Смотрю, чтобы без дома остаться вообще, что-то жить невозможно. Вода у меня всегда, вон, бачок воды есть стоит, если на всякий случай. Вода у меня всегда есть, да и колонка близко. Спасатели уверены, бдительность хозяйки не гарант безопасности. Баллон с газом, котел и всего один непотушенный окурок могут обернуться бедой. Если, дай бог, ситуация такая сложится, что произойдет пожар, и тем более баллоны там находятся, они могут разорваться. Спасатели рекомендовали хозяйке убрать газовые баллоны из помещения, прекратить топку в ночное время и установить пожарные извещатели, дымовой и наугарный газ. Последние события показали – прибор жизненно необходим. Последний случай – это были две женщины, которые отравились угарным газом в нашем городе. Да, вот именно из-за предварительной причины такова, что именно вот задвинули южку печи и из-за этого получили отравление. Дом по соседству оказался примером безопасного жилища. Молодая семья регулярно вызывает специалистов для проверки газового и электрооборудования. Ну, стараемся, скажем, во-первых, оградить от этого детей. Это однозначно спички повыше, либо их вообще убрать стараемся с дома. Ну и пожарные извещатели. Правила пожарной безопасности знают и дети. Отвечают на вопросы специалистов, не задумываясь. Надо не волноваться, а звоните пожарным. Хорошо. А по какому телефону позвонишь? По номеру ты помнишь, какой номер? 101. Для закрепления знаний спасатели раздавали памятки. Лекции проводили и в домах, и на улице. Во вручении охотно включались в беседы. А что вы знаете про угарный газ? Угарный газ 6 минут, и на тот свет человек уходит. Подобные беседы и проверки жилищ спасатели будут проводить в течение месяца. Ведь только в этом году в Бобруйске уже произошло 14 пожаров, на которых погибли трое. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Татьянин день отмечают сегодня православные студенты. По традиции в церквях проходит праздничная литургия в высших учебных заведениях, концерты и торжества. В историческом контексте 25 января – день святой мученицы Татьяны Римской. Во время гонений на христиана она отстаивала канон веры, жертвуя собственной жизнью. А история этого праздника, как студенческого, началась в 18 веке, когда 25 января Елизавета подписала указ об учреждении в Москве университетом. Так святая Татьяна навсегда стала покровительницей студентов. Отмечать праздник в Беларуси будут более 400 тысяч юношей и девушек. Как правило, студенческие торжества проходят с размахом. Ведь Татьянин день совпадает с еще одним долгожданным событием – окончанием зимней сессии. Свыше 20 предприятий Могилевщины признаны победителями конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2016 года. Специальной наградой лучшей в отрасли отмечен и «Бобруйский красный пищевик». Лучшими в регионе в категории «Продовольственные товары» стало Могилевское открытое акционерное общество «Бабушкина к рынкам». В категории «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» «Могилевский завод лифтового машиностроения». В номинации «Продукция производственно-технического назначения» «Белорусский цементный завод» в Костюковичах. В этом году в «Бабруйске» появится своя хоккейная команда. Соответствующее распоряжение дал губернатор Могилевской области Владимир Доманевский. Планируется, что в 2017 году в городе появится новое юридическое лицо – хоккейный клуб «Бабруйск». В его состав войдут «Бабруйская детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой», спортивный комплекс «Бабруйск-арена» и хоккейный клуб «Бабруйск». Финансироваться новое госучреждение будет из различных источников – спонсорских взносов, городского бюджета и за счет собственной хозяйственной деятельности. Хоккейный клуб «Бабруйск» будет выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею. Формироваться команда будет из воспитанников «Бабруйской», «Могилевской», «Горецкой» и «Шкловской» спортивных школ. Восточный ветер, Тинте, Лотос и Спартак в городе в третий раз прошли соревнования по шатакан-карате-дом. Бабручане в прямом смысле выбили победу у своих соперников. О самых ярких моментах борьбы. Елена Кутузова. В зале детско-юношеской спортивной школы номер 4 встретились представители 22 клубов. Всего более 160 участников Беларуси, России, Украины. Уровень весьма серьезный. Тигр – это тотемный символ шатакан-карате-до. Считается, что мастера карате-до должны быть сильными, грациозными, как тигр. В любой ситуации бороться до конца и обязательно стремиться к победе. Эти качества мы воспитываем у наших детей, отвлекаем их от плохих привычек, отвлекаем с улицы, приобщаем их к здоровому образу жизни. В этом году соревнования приурочены 25-летию клуба «Восточный ветер» и Белорусской федерации «Шатакан-карате-до» и 60-летию Михаила Овсеюшкина – неоднократного чемпиона мира и Европы среди ветеранов. В карате уже 45 лет. Несмотря на все травмы, личным примером показывает, как надо добиваться успеха. Во всем мире, будем так говорить, что к нам, славянам, бывшим, так сказать, из Советского Союза, выходцам, очень предвзято. Тяжело на соревнованиях выступать. Приходится на голову вышить, быть своих соперников для того, чтобы занять место. Михаил Овсеюшкин воспитал не одного чемпиона. Владимир Голубев – один из них. Выступает в ветеранах. Если хочешь более-менее высокого результата, надо постоянно совершенствовать, поиски что-то нового. Лена Круглик своего тренера называет сенсей. Так принято. Занимается карате пятый год, уже заслужила синий пояс и получила кубок за первое место на соревнованиях. Сегодня она четко знает, что нужно для победы. Нужно хорошо, очень прислушиваться к словам тренера. Нужно становиться в длинной позиции. Нужна резкость, быстрота, скорость движения. На соревнованиях уровень спортсменов оценивали в двух категориях. В кота проверяли технику, сложность и степень риска, боевой дух, артистизм, соблюдение ритуала. В кумите – навыки ведения реального поединка. В судействе те, кто знает карате и прошли аттестацию, аккредитацию и лицензию, чего требуют международные соревнования. Олег Понтус – тренер с 25-летним стажем. Он – главный судья. Горжусь каждым своим учеником, потому что те дети, которые занимаются карате, это сосредоточие определенной силы воли в первую очередь. Потому что это очень нелегкий, сложно-координационный вид спорта. По итогам соревнований в копилке бобруйских спортсменов в индивидуальном и командном зачете 16 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. Победители получили именные кубки из рук Михаила Овсеюшкина. Елена Кутузова, Иван Боровой. Сегодня Бобруйский.